На неделе в Грузии прошел второй тур последних прямых президентских выборов. Победу праздновала независимый кандидат Саламе Зорубишвили, которую на этих выборах поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Зорубишвили набрала 59,5% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение, «Сила в единстве» получил 40,48%. Первый тур президентских выборов оказался неожиданно конкурентным. Несмотря на то, что многие наблюдатели предсказывали победу Зорубишвили, она смогла опередить оппозиционного кандидата лишь на 0,9% голосов. При этом ни один из них не смог набрать необходимые для победы 50%. Перед вторым туром правящая партия за две недели провела беспрецедентную по своей активности избирательную кампанию, которая оказалась успешной. Явка избирателей во втором туре увеличилась и составила более 56%. Сегодня очень важный день. Сегодня в нашей стране был сделан принципиальный выбор. Мы вместе сказали «нет» прошлому. Сказали «нет» тому, что мешало развитию нашего общества. Наш выбор – мирная Грузия. Свободная страна с равными правами для всех ее граждан. Саламезу Рубишвили родилась в столице Франции. Ее родители – грузинские эмигранты. Девочки с детства привили любовь к исторической родине, поэтому ее заветной мечтой было вернуться в Грузию. Возвращение произошло в 2003-м в качестве посла Франции в Грузии. А в 2004 году президент Грузии Михаил Саакашвили сначала предоставил ей грузинское гражданство, а после предложил пост министра иностранных дел. По иронии судьбы Саакашвили стал главным противником Зорубишвили в этой президентской гонке. Опальный политик поддержал оппозиционного Вашадзе. А после поражения последнего Саакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии и призвал жителей страны начать массовые акции протеста. Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы. Григол Вашадзе также резко высказался о выборах и призвал людей выйти на улицы. Однако в отличие от Саакашвили, Вашадзе призывает к мирному протесту и пытается дистанцироваться от своего покровителя. Таких выборов, кавычка, в Грузии еще не было. Всех, кого только можно было, власти мобилизовали, подкупили, подключили всех коррупционеров, всех наркоманов. Несмотря на это, к пяти часам дня объединенная оппозиция получила 756 тысяч голосов. Но главное, мы получили два результата. Первый – это тот факт, что объединенная оппозиция состоялась как политическая сила. И второе – этими выборами так называемая власть, так называемая воровская мечта потеряла всякую легитимность. В ходе предвыборной кампании Зорубишвили набралась смелости озвучить непопулярную среди местных элит версию, что августовскую войну 2008 года все же начал Саакашвили. Однако это совсем не означает, что с приходом в Зорубишвили Грузия пойдет на сближение с Россией. Она прозападный политик, но не настолько радикально настроена против России, как ее соперник Вашадзе. Она выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Я не думаю, что в данный момент, пока Россия действует как она действует на нашей оккупированной линии, где каждый день мы имеем людей, которые были убеждены, эта линия двигается, это постоянная опасность, которая двигается в нашей территории и очень близко к Тпилиси, или как Россия действует сегодня с Украиной. Я не думаю, что это означает, что мы сегодня можем идти в кооперационном режиме. Я не думаю, что есть никакой баланс. Мы в Европе и про- Европе. Если Россия и Европа, и наши партнеры, мы переходим в любую форму с Россией, это где мы должны быть осторожными, в том, чтобы наши принципы, наши объекты, наши соберанности и территория, но, безусловно, Зорубишвили, хотя бы по гендерному признаку, удобнее для Москвы. За выборами в Грузии пристально следили и в Азербайджане. Тбилиси для Баку остается очень важным партнером. Грузия во многом зависит от Азербайджана в энергетической сфере. Все азербайджанские проекты проходят по территории Грузии. Государство объединяет глобальный транспортный проект железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Для Азербайджана очень важна предсказуемая стабильная Грузия, которая в лице правящей партии показала себя надежным партнером. И победа за Рубишвили говорит о том, что все наработки Азербайджана и Грузии останутся в силе. Хотя новый президент не сможет принимать ключевые решения. Согласно обновленной конституции, президент Грузии сохраняет за собой звание главы государства, но является представительской фигурой без исполнительных функций. Президент Азербайджана Ильхамалиев один из первых поздравил Зурубишвили с победой. Инаугурация избранного президента пройдет 16 декабря. Зурубишвили уже вошла в историю как первая женщина-президент за всю историю независимой Грузии и последний президент страны, избранный путем прямого голосования граждан. С 2023 года стране отменят всенародные выборы президента. Главу государства будут выбирать члены специальной коллегии выборщиков.